Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас снова на YouTube-канале, который ведет Юлия Ру Флорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, точнее город Орландо и его пригороды. Сегодня у нас будет немножко необычный тур, потому что дом мы сегодня закрыли с утра, то есть он куплен моим покупателям. А в чем необычно, в том, что дом был куплен полностью дистанционно. Покупатель его ни разу не видел, даже в день закрытия. Я покупателя тоже никогда не видела, но мы с ними уже достаточно хорошо сдружились. Очень приятная, очень хорошая семья. Я желаю им долгих счастливых лет жизни в этом доме. Дом очень хороший, мне он очень нравится. Я сама его для них смотрела, я давала советы, я смотрела несколько домов, какие-то на мой вкус и цвет что-то там не подходило, там может быть места маловато для их троих детей, я им все это говорила. Но этот дом будет идеальным для этой семьи. Давайте я вам расскажу про дом... Кстати, да, семья живет в Вирджинии, они переезжают из Вирджинии. У них уже есть готовый дом в Орландо. По поводу дома, давайте критерии, я вам по цифрам пробегу. Четыре спальни, две с половиной ванных. Дом был построен в 2007 году, но когда я встретилась с инспектором в день инспекции, инспектор сказал, что если бы он не знал профессионально, что дом 2007 года, он бы подумал, что дом минимум 2017 или 2018 года. Он настолько в идеальном состоянии, его настолько лелеяли, за ним настолько ухаживал продавец, который его продавал. Ну, дом реально в очень хорошем состоянии. Да, это видно даже снаружи. Видно даже снаружи. Он был свежевыкрашенный, новая крыша, новые кондиционеры, деревянные полы. Ремонт там хороший очень сделан. Но вы сами посмотрите, как я только закончу с этим листочком. Значит, площадь дома 2 869 тысячи квадратных фит, в переводе на метраж 267 метров. Здесь есть Эчуей. Эта комьюнити находится в Лейк-Нона-эре. Это район Орландо, достаточно молодой. Если сравнивать с многими другими районами, этот район достаточно молодой. Здесь вы найдете дома в основном 2004, 2005, 2006 и далее года рождения, постройки. Годы постройки. То есть, очень молодая такая эреа. Не очень далеко от Орландо, минут 25 езды. Находится недалеко от международного аэропорта Орландо МСО. Лейк-Нона знаменательно своими отличнейшими школами. Причем все три и элементрии, и миддл, и хай. Очень хорошие школы. Этот комьюнити называется Water's Edge от Лейк-Нона. Что еще... Да, к чему я это все веду? Что это комьюнити, и здесь есть Эчуей. Эчуей в месяц 238 долларов. Причем в Эчуей входят две ботрамс, да, два пирса, которые находятся здесь, буквально рядом озеро большое, которое называется Лейк-Нона. В честь этого озера построили как бы вот этот городок, да, или наоборот, в честь городка построили, вырыли озеро. Нет, озеро натуральное, то есть в честь этого озера назвали местность Лейк-Нона. То есть в Эчуей также входят два пирса. Вы можете приехать своими лодками, своими каяками. Там беседка стоит, где можно делать шашлыки. В общем, ну, такие аминитис. В ходе теннисные корты, бассейн комьюнити. Ну, естественно, уход Эчуей за самим комьюнити, это можно увидеть, просто даже проезжая по улицам, насколько все идеально, насколько все прям, не знаю, каждый домик, травинка к травинке, каждый домик очень чистый. Ну, не придраться ни к чему. В общем, да, поэтому 238 долларов в месяц. Есть за что платить, видно, за что, вернее, платите. Налог на этот дом 5700. Дом построен из блока стака, блочный дом. То есть хороший, крепкий блочный дом. Самое главное, дошли до стоимости дома. Я оставила это на последний момент, так как за стоимостью стоит целая история. Дом был выставлен за 488 тысяч долларов. За несколько часов, как он только вышел на рынок, у риэлтора уже было около 15 офферов. Вау. И многие из них кэш, то есть наличка. Мой клиент, он брал кредит. И обычно, когда есть наличка или кредит, чаще всего выбирается наличка продавцом. Мы предложили 550 тысяч. У него были, у него были похожие предложения. Были около 550 тысяч. Это он уже мне позже сказал, когда мы уже зашли под контракт. Но почему-то они выбрали именно наш оффер. Во-первых, я им написала очень слезливый имейл. Очень такой слезливый. Я описала семью, насколько прекрасная семья, что у них рождается... Кстати, в этот день у них рождался бэби. Девочка родилась. Как раз в день, когда я делала оффер. Ну, в общем, я написала, настолько описала эту семью, что когда продавец увидел мой имейл, позже мне его агент сказал, что этот имейл просто его... Растрогал. Да, растрогал, и он просто решил отдать этот дом, именно выбрать наш оффер. Также я очень хотела поблагодарить Юлю, которая занимается ипотекой. Она брокер по ипотеке. Если бы она не взяла вовремя телефон, когда агент ей звонил, чтобы уточнить у нее, насколько серьезны эти покупатели, как хорошо они проверили всю его историю, кредит-хисторию, его зарплату и так далее. Если бы она не взяла трубку в тот момент... Она, кстати, тоже в этот день родила девочку. То есть у нас на этом доме родилось две милых, прекрасных, здоровых девочки. У покупателя и у лендера, у брокера по ипотеке. Вот. То есть Юля всегда была на связи, даже на больничной койке. Она расписала клиента с очень положительной стороны. Она сказала, что мы уверены, мы их закроем, вы даже не сомневаетесь. Поэтому, в общем, сложили они все эти, всю эту информацию и выбрали нас. Ура! Кстати, в день номер один, пока мы еще не зашли под пендинг, риэлтор мне сказал, что после 25 оферов он уже их перестал считать. То есть на этот дом было около 30 оферов. Настолько дом хороший получается. За один день, настолько хороший дом. Давайте посмотрим, что же у нас там внутри. Да, очень интересно. А что вот здесь такое за местечко, да? Можно что-то поставить, стульчики. Ну, называется это фронт порч, передний такой дворик. Здесь можно поставить столик, стульчики. Не знаю, на соседей смотреть. Класс. Ты знаешь, во многих комьюнити, честно говоря, вот, например, как в селебрейшене, да, люди сидят вечерами на своих фронт порчах. Даже не на задних двориках, а на фронт порчах. Когда проходит сосед с собачкой, они пообщаются, они просто сидят с бокальчиком вина. Там вот смотри, я не знаю, ты сможешь показать или нет, такое типа кресло-качалка, да, стоит на фронт порче. Можно просто там сесть с бокалами вина и пообщаться со всеми своими соседями. Я считаю, что это классно, когда есть такой маленький фронт порч. Проходите. Вот это, конечно, вау, вау. Одно из моих любимых, один из моих любимых помещений в этом доме. Посмотри, здесь второй свет. Да, большой второй свет. Полы у них hardwood, это дерево, это очень хорошего качества полы. Да, хорошие полы, действительно. А дверь, посмотри, какая классная тоже. Да, внутри такая она ковка. Ковка в двери. Закроем дверь, чтобы воздух не выходил. И видишь, стекло, оно непрозрачное. То есть как бы свет идет в дом, но как бы снаружи, внутри ничего не видно. Классно, посмотрите. В общем, второй свет очень большой. Высоченный потолок. Высокий, на два этажа, да. Здесь столовая зона. Здесь опять-таки вот это помещение, которое мне сложно на русский перевести. То есть это зона для гостей. Например, здесь гости ужинают, здесь можно поставить диванчик, чтобы общались перед ужином. Аперитивчик какой-то. Смотри, какие здесь подоконники классные. Мы теперь знаем, что это называется эркер. А, да? Да. А здесь так можно посидеть. Здесь, наверное, можно подушечки бросить, да? Здесь можно, да, подушечки бросить и посидеть только. Класс. Не знаю, зачем, но... У кого будет время посидеть. Вот, ну давай пройдем дальше. Много окон, много света. Укна наверху, да. Тут вот лампа такая. Стильная перила, хотела бы обратить внимание. Тоже такие кованые, интересные. А мы идем дальше. Так, что тут у нас? Кладовочка? Здесь у нас кладовочка, кладовочка. Приходит, причем она, смотри, она... Опять же, токинарная. Да, она идет под лестницу. Очень много места, можно и чемоданы... Да, шлифочешь поставить. Так, дальше. Так, проходим в эту область дома. Вот здесь кухня. Кухня. Кухня такая большая. Да, да, хорошая. Размеры кухни, да, в принципе, вместе с островом. Комбинетов достаточно. Вся техника есть, она не старая. Насколько я знаю, они будут делать какой-то ремонт, по крайней мере, ковровые покрытия. Они все переделают в дерево. Ну и что-то они хотят, по-моему... Классные полы. Они говорили о том, что они перекрасят... Я бы тоже перекрасила. Все-таки сейчас этот цвет не модный, да? Вот мне... Потому что сами Кевинес очень хорошие. Хорошие. Это дерево. Солид, это цельное дерево вообще. Очень хорошие... Не фанера какая-то, да, а вот именно хороший. Либо в белый, либо в серенький, да, сейчас такие цвета модные. Сейчас очень моден такой светлый-серый. Мышиный. Мыши, как я его называю, да. Так, значит, здесь у нас гранит. Что тоже хорошо. Ну, я думаю, гранит уж не стоит менять. Так, как бы он вроде бы хороший. Что ты скажешь по раковине? Какая-то вот она... Она вроде хорошая изначально, как бы такая, да? Я не знаю, с чего она это, честно говоря. Это как керамика. Я вот не понимаю, типа, да, керамики. Но она просто... У нее просто вид какой-то уже не очень. Скорее всего, раковину будут заменять. И ее, в принципе, можно, кажется, заменить без поднятия гранита. Да. Видишь, то есть она здесь так вот засиликонена, вставлена. Ну... Будут сами решать. Да. Или ее отмыть. Ты же все... Она не царапается, кстати. Если, смотрите, если нержавейка ванная, она как бы царапается посудой любой, да? Если белая раковина, то она постоянно как бы темнеет, желтеет, ее нужно отбеливать. Вот. А такая раковина, она как бы не царапается. Может, ее вообще можно отмыть? Да и все. На самом деле. Ну, в общем, они решат. Я не думаю, что раковина это... Камень преткновения, да? Камень преткновения, точно. Холодильник хороший, двустворчатый. Тоже новенький практически. Знаешь, что... Хорошая, большая гостиная, посмотри. Да, да, да. Хорошая. Большая. Здесь потолки, естественно, пониже, но в принципе они не давят. Ну, естественно, потому что есть второй этаж. То есть, насколько они смогли распланировать... Распланировали и так, чтобы был и второй свет, и второй этаж. Да. То есть, я считаю, что правильная планировка. Единственное, знаешь, что? Я бы перекрасила здесь свет, но это мое чисто, в более светлый. В более светлый. В более светлый. Скажи, немножко темноватая комната. Что ты скажешь? Ты знаешь, во-первых, я вижу, у них везде по дому светосберегательные лампочки. То есть, они как бы не ярко говоря. Тускловатые, да. Здесь вообще, ну, как бы очень темная лампочка. Это во-первых. Во-вторых, здесь свет будет уже начинаться достаточно скоро, во второй половине дня. Это как солнце идет. То есть, бассейн будет... То есть, свет будет идти с этой стороны, и будет, естественно, как бы освещена комната. Ну, в принципе, да, можно и стены перекрасить. Ну, это кто как любит. Кто-то любит, наоборот, потемнее. Это еще не самый темный. Вот некоторые полностью квартиры, вот так, может быть, в таком цвете. Я уверена, что ребята перекрасят. Хотя ты посмотри, как продавец подготовил дом. Да, очень все аккуратно. Они съезжали буквально позавчера. И у них нет ни одной дырочки, ни одного гвоздя. У них здесь стояла мебель, у них висел телевизор. То есть, я пока не увидела, я быстро сейчас прошла. Вот мы с тобой посмотрим, может быть, мы увидим где-то дырочку от гвоздя, может, на втором этаже. Но они все подготовили дом. Подготовили. И причем очень чисто убрали. То есть, ну, прям пахнет уборкой хорошей такой, профессиональной. Ну, проходи дальше. Так, заходим. Что это? Ой, объясните, что такое. Такой мини-офис-уголок, но к тому же здесь есть вот этот отдельный офис. Он не считается спальней. Сейчас покажем. Так, здесь вот туалет и офис, да? Да. Ну, приличный такой офис. Хороший. Хорошая комнатка. Для офиса вообще отличная. Это отдельный бонус к дому. Это не считается спальней. То есть, помимо этой комнаты еще четыре спальни. Классно. Здесь нет просто гардеробной, поэтому он не может считаться спальней. Я не знаю, как предназначение вот этого столика. Тоже еще дополнительный офис, да? И вот тут вот рядышком. Так, здесь половинка. Здесь столько туалет и раковина. А тут можно хранить полотенчики. Вот. То есть, они даже оставили вот эти, как это называется? А, шторки оставили. Шторки такие, да. Не знаю, если им понравится, да? Сохранят или нет, но оставят. Так, а вот это что такое? Вот это тоже новые технологии. Да, это новая технология. Нест, это управление кондиционером. То есть, даже им можно управлять, если вы в отпуске. Да, в отпуске вы просто можете с аппликейшена управлять и делать температуру в доме повыше, пониже. Удобно. Например, если вас нет, вы можете сделать повыше температуру, но перед вашим приездом вы можете ее опустить, чтобы в доме не было жарко сильно. Так, здесь у нас гараж на две машины. Интересно, даже не думала, что здесь. Он здесь, ну да, правда, что. Так, пройди. Еще один холодильник. Ребятам даже холодильник оставили, они у меня спросили, хотят ли ребята холодильник. Я считаю, что это очень... Это хороший бонус. Потому что у меня всегда есть второй холодильник. Конечно. И он вечно забит. Да, да, не хватает одного, скажи. Особенно, когда семья большая. Ну да. О, а это еще такая комнатка. Еще такая комнатка, смотри. Что это? Кладовочка. Здесь и кондиционер, и водонагреватель. Хорошая такая бонус комнатка. Хорошая кладовка. Потому что это не прачечная на самом деле. Это просто, вот можно сюда поставить раковину, например. Здесь вот, да, есть, видишь, выход для раковины технической. Да. И размер комнаты хороший. Хороший. И велосипеды здесь можно охранить, знаешь, тогда не нужно будет ничего в гараже навешивать и так далее. Есть, правда, здесь полочки, видишь. Даже полочки есть. Что-то тут они оставили даже. Ворота, видишь, открываются раздельно. То есть, одни, вторые. Да, можно открыть. Замечательно. Также можно отдельно открыть и второе. Не буду открывать. Так, хорошо. Идемте дальше. А что это такое? А, секьюрити, да. Хотите, подключайте, хотите, нет. Это мы смотрели. Это мы уже смотрели. Это под лестницей. Можешь подниматься на второй этаж. Так, все. Проходим на второй этаж. Здесь у них вот, что, да, как бы минус, но ты говоришь, они будут менять ковролин, да? Вот такой отсюда вид. Классный. Огроменные потолки. Здесь можно поставить вазу. Специальное такое место. Так, что у нас здесь? Полочки. Много полочек. Так, куда мы пойдем? В первую очередь давай зайдем сюда. Это будет мастер. 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 Это спальня для хозяев. Ну да, хочется полы поменять. Скажи. Полы они будут менять, конечно, сразу. До того даже, как они въедут. Даже шторки оставили. Так, заходим в ванную. О, здесь прям джакузи, посмотри. Так, есть душевая. Туалет отдельно, унитаз. Так, что тут у нас еще? Две раковины. Но вот это не... Это не гранит. Они тоже будут, скорее всего, менять это на гранит. Это просто можно покрасить. Да. Здесь можно покрасить. Ну, ты знаешь, оно не напрягает вот это. Оно нормально так смотрится, в принципе. Чистенько, да. Да. Ничего страшного нет. Так, гардеробная. Гардеробная показываю. Большая. Ага. Огромная. Хорошая. Одна. Потому что бывает две поменьше, а это одна большая. А мы идем дальше. Что тут? Ага. Прачечная. Прачечная. Машинки хорошие, между прочим. Идут в комплект. Самсунг. Так, здесь тоже место для вазы. Здесь три спальни в этом крыле, да? То есть мастер находится немножко подальше от трех других спален. Ну, давай пойдем по порядку. По порядку. Они, скорее всего, одинаковые. Здесь кондиционер. Да. Да, эта комнатка похожа на детскую. По цвету. А здесь что? Гардеробная. С такой дверкой необычно. Ну, вот так. Так. Следующая комната. Тоже детская, возможно, была. Здесь уже такие дверки. Гардеробную. Так. Интересно, куда? Здесь вид на крышу. А здесь немножечко на кусочек бассейна. Ничего не видно. А, на соседей вот видно. Соседи. Так. Хорошо. Везде здесь свет с вентиляторами. Так. Еще одна ванная. Уже ванная. Туалет. О, с двумя раковинами. С двумя раковинами. Удобно. Для двух детей, да? С двух сторон. Могут руки мыть. А как же третьему? А третий в очереди ждет. Я правильно понимаю? То есть туалет здесь на троих, да? На три комнаты. На три спальни. Так, ну ладно, разберутся. Гардеробная тоже хорошая. Все. Цвета в комнатах во всех разные, да? Что, ну, вообще-то, как, ну, нестандартно. Редко такое бывает, когда красят в разные цветы. Обычно берут в один цвет. Видишь, он такой интересный голубой цвет. Я бы никогда не покрасила в такой цвет стены. Мальчик, наверное, сам выбрал, да? Да, для ребенка и... Для девочки. Для девочки она розовата, а это просто гостевая. Да. Вполне возможно. Так, ну все, мы здесь все посмотрели. То есть спальни здесь все на втором этаже. Так, ну что, тогда пройдемте в самую интересную часть. Это дом с бассейном. А мы идем смотреть бассейн. Я вот никогда не умею открывать эти штуки. А, там какая-то защита, наверное, стоит. Бассейн под скрином. Такое все светленькое. Ну, большой бассейн, что я скажу. Чуть-чуть есть немножечко по периметру участочек. Бассейн отапливаемый здесь. Ну, я имею в виду... Да, и бассейн тоже, и хатап. Да. Все оборудование, которое для бассейна, эсси, все в идеальном состоянии. Все работает, все в рабочем. А здесь, получается, два кондиционера, да? Раз, два. Ну, на первый этаж. Да, и на второй. А это к бассейну, да, относится? Да, это к бассейну все оборудование. Ну, вполне себе есть место, где поставить столик для гостей, какую-нибудь шашлычницу сюда же. Место куча шезлонги. И что приятно, все под скрином. Ну, все, мы посмотрели. В принципе, это дом. Ну, да, что ты думаешь? Я думаю, что мне он нравится. Единственное, вот цвет стен, наверное, знаешь, я бы... И то, знаешь, я, наверное, бы и не стала париться, не перекрасила, не... Может быть, когда-нибудь позже бы перекрасила, знаешь. Но также я бы сменила ковролин. Ну, что покупатели сделают. Ну, да, насколько я знаю, я точно не знаю, что именно они будут делать. Естественно, я им дам контакты всех мастеров, которые они у меня будут спрашивать. У меня есть список. Но дом очень приятный, знаешь. Да, они точно будут делать какой-то ремонт. То есть они уже себе решили, что они именно, как бы, заменят. Да, вот, перекрасила бы фасады тоже. Ну, это не обязательно. А фасады кухни? Да, да, да. То есть это не обязательно, но... Ну, это если цвет не нравится. Если есть. На самом деле они чистые, они как новые. Может быть, они даже есть новые. Знаешь, кому-то нравится именно такой цвет. Я знаю много людей. Ты знаешь, недавно было это вообще очень модно. Все, наоборот, как бы, ставили себе... Именно такого цвета. Я не знаю, мэпплвуд, да, то есть такого цвета кухни. И тут вот вдруг раз мода поменялась на более светлые кухни. Мне тоже нравятся более светлые кухни. Мне тоже. Ну, кому-то нравится темные. Но мне также давно нравилось темные кухни. Так же мне нравились. Слушай, все меняется, да? По желанию. Ну, все. Тогда давайте прощаться. Давайте прощаться. Ребята, вы прошли с нами по дому, который сегодня только что закрыли. Одна из семей приобрела такой... Ну, в моем понятии, это очень-очень хороший дом. Мне он очень понравился. В хорошем состоянии, просто в отличном. Я хотела бы поздравить мою семью из Вирджинии. Спасибо большое за ваше доверие. Доверие, да, то, что вы просто даже не видели меня никогда. Я вас не видела, вы дом не видели. Спасибо за ваше доверие, что вы доверились. Welcome в ваш новый дом. Надеюсь, побывать у вас на новоселье. Вот, если нет, то не страшно. Вот, на этом мы, ребята, прощаемся. Я была очень счастлива сделать такой тур. Пишите ваши комментарии, и что вы думаете, понравился ли вам этот дом. На этой ноте. До свидания. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok